Социальный арт-проект «Рисунок в четыре руки. Добро, которое не кончается». Уже пятый год подряд он объединяет в совместном творчестве дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников художественных отделений школ дополнительного образования. Проект лид-мотивом напоминает, что несмотря на трудности в развитии, дети обладают безграничными возможностями. Для наших маленьких воспитанников это огромное событие, веселое, радостное, счастливое. И поэтому, получив отток, мы поняли, что проект жизнеспособен и очень интересен. И вот уже спустя пять лет мы открываем две выставки. Первая открылась вчера в Центре творчества, где представлено 59 работ. 25 работ представлено в художественном музее. У нас участвуют шесть детских садов, воспитанники групп компенсирующей направленности. Творчество здорово объединило малышей и юных наставников. Например, художественный дуэт Софии и Валерии. Я нарисовала деревья и кусты, и нарисовала дорожку, и лужи нарисовала. Было приятно, потому что с кем-то рисовать, потому что рисунки – это очень красиво. Очень круто, особенно когда в садике рисовали с ними вместе, учили чему-то новому. У нее очень все хорошо получается, и я чувствую, что это талант в будущем. Педагоги художественных отделений отмечают, что проект благотворно влияет на развитие не только детей с ограниченными возможностями здоровья, но и делает их наставников-подростков более чуткими и ответственными. Я рисовала вместе с веселой, достаточно громкой девочкой. Она рисовала цветок, я рисовала все остальное. Было вначале достаточно сложно, но потом стало хорошо. Я хочу участвовать на следующий год в этом проекте. Всех участников проекта наградили сладкими призами и благодарственными письмами. Но самое главное здесь не награды, а результат. Настоящая первая выставка и благодарные глаза юных художников. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска. Новости 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 Нов